Демонополизация 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 бывшего президента Нурсултана Назарбаева, чьи активы вернуло государство. Это Кайрат Сатабалда и Кайрат Бурамбаев. Если в настоящее время замороженные активы могут быть возвращены только после судебного разбирательства, то новый закон позволит начать этот процесс еще до суда. Если ответчик не сможет доказать, что он приобрел свои активы законным путем, то имущество будет изъято. В частности, 13 только акционеров общества было путем дарственного оформления. Также были наличные деньги, доллары, деньги, я уже тоже озвучивал. По данным Центра по исследованию коррупции ООССРП, экс-президент Казахстана через 4 фонда контролирует активы стоимостью не менее 8 миллиардов долларов. Назарбаев фонд появился в 2009-м. Фонд приобрел Цеснабанк, а также платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макронную фабрику, отмечается в расследовании. Кроме того, Назарбаев фонд тайно приобрел 24% акций крупного казахстанского мобильного оператора КСЛ, говорят журналисты. И это еще не все. Фонд Назарбаева купил лайнер Airbus стоимостью более 100 миллионов долларов. В расследовании говорится, что воздушным судном пользуется сам Назарбаев. Среди других активов фонда, по информации расследователей, еще один отель, гольф-клуб, театр балета и несколько СМИ. Но чиновники пока не раскрывают всех данных. Более подробную информацию я вам сказал, что либо через генеральную прокуратуру, либо через правоохранительные органы получить, поскольку там есть определенные конкретные вещи, связанные с тайной следствием. Со средоточением богатства, власти и прочих благ в руках узкого круга людей объявлена ключевой проблемой для будущего Казахстана. В странах ОСР, на которые равняется Казахстан, вообще не существует понятия естественных монополий, потому что они вредны рыночной экономике. Они мешают свободной конкуренции. Монополия получает возможность получать более льготные кредиты, занижать цены поставщикам и завышать покупателям. Более того, они имеют возможность влиять на законодательные и даже судебные решения, используя парламентское лобби и нанимая искушенных в ведении дел адвокатов. Боуржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Шахтеры выйдут на пенсию в 55 лет. Им уже посчитали пенсии. Об этом стало известно на брифинге в Астане. Профессия шахтера считается одной из самых опасных. Крупные аварии случаются часто. Каждая из них уносит десятки жизней. Это не просто цифры, а чьи-то мечты, планы и близкие, оставшиеся наедине со своей болью. Выйти на пенсию в 55 лет смогут не только шахтеры, но и металлурги, медики, рентгенологи и другие работники опасных производств. За годы независимости на казахстанских шахтах произошло 12 трагедий. Погибли 160 человек. Семьям погибших выплачивали компенсации. Пару раз объявляли национальный траул. К большому сожалению, аварии на предприятии Арселор, Миттал, Темертал приобрели частный, можно сказать, системный характер. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий. Которые унесли жизни свыше 100 наших граждан. Как говорят сами шахтеры, иностранный инвестор Лакшми Миттал приобрел комбинат практически за бесценок. Сейчас горняки выходят на пенсию, как все, в 63 года. Но до этого возраста большинство подземщиков попросту не доживает. Счет погибших идет на сотни. Ежегодно эти списки пополняются. Тысячи остались с калеками и инвалидами. Родственники шахтеров говорят, что пенсионный возраст важен даже во время аварий. Более молодые успевают выбежать из завалов. После многочисленных просьб и митингов Кабмин услышал просьбы шахтеров и даже посчитал пенсии. Суммы идут 45 миллиардов непосредственно по... На три года же заявка идет. Вот. В среде 15 миллиардов тенге. Если вы хотите знать о количестве лиц, которые будут претендовать на данную выплату, их всего на сегодняшний день порядка 46 тысяч. Еще одна проблема в Казахстане не хватает инспекторов труда. Они не могут успеть проверить все опасные производства. Кроме того, из-за слабости и беззубости местных законов предприятие не пускает инспекторов труда. Большинство шахтеров и металлургов задолго до пенсионного возраста получают целый букет профессиональных заболеваний и теряют способность работать по своей специальности. А многие просто не доживают до пенсионного возраста. Дело в том, что средняя продолжительность жизни гражданина Казахстана составляет 73 года. Жизнь казахстанцев в среднем на 8,5 лет короче, чем в развитых странах Европы. При этом казахстанские мужчины в среднем живут на 9 лет меньше женщин. Как сообщается, с 1 января 2024 года введут норму, согласно которой возраст выхода на пенсию работников опасного производственного объекта будет снижен. В 55 лет смогут уходить на пенсию шахтеры. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Массовый падеж скота произошел у одной из жительниц Жангалинского района Западно-Казахстанской области. Всему виной количество неправильно введенной вакцины против сибирской язвы. От ветеринарной ошибки уже погибло 6 овец, утверждает крестьянка Агила Акалбекова. Кто виноват в гибели скота и какую ответственность понесет виновный, разбирался наш корреспондент. По словам крестьянки, 6 овец, которые недавно получили вакцину против сибирской язвы, уже погибли. Мало того, еще трое животных находятся в предсмертном состоянии. Во всем виноват ветеринар, который ввел слишком большое количество вакцины в 4 раза выше нормы. Из-за чего домашний скот начал массово погибать, утверждает женщина. Предпринимательница в замешательстве. Как можно было перепутать водимую дозу и кто возместит ущерб? Очевидно ведь, что это грубая ошибка ветеринара. Они погибают, и мясо их непригодно для употребления. Мы вскрывали туши овец, их нельзя есть. Мясо все в гное и желтое. Это просто ужасно. Я уверена, что это все дело рук моих недоброжелателей. У нас были кое-какие разногласия и спор по поводу земли с некоторыми людьми. После проведенной экспертизы ветеринары подтвердили догадки предпринимательницы. Всему виной – вакцина. В свою очередь ветеринар, который прививал овец, согласился возместить ущерб скота и взамен отдал своих шестерых овец. Прививку домашнему скоту должны делать там, где нет шерсти. Это в подмышечные впадины, под хвостом или в паху. Вина ветеринара заключается в том, что он ввел вакцину в неправильном месте, а точнее там, где есть шерсть. И, следовательно, в кровь попала инфекция. После прививки принято, что скот должен около шести часов находиться в покое. В данном случае овец сразу отправили пастись. Виновный в гибели скота ветеринар заявляет, что готов выплатить компенсацию, если больные животные не подадутся лечению. Дана Киримбаевай, Бола Джигапар, Александр Грабриев, телеканал ТДК-42. 12 тысяч кубометров газа утекло из-за аварии в Актобе. ЧП случилось минувшей ночью на окраине города, вызвав панику среди жителей новостроек. Из-за чего произошла утечка на новом магистральном газопроводе, выясняла Лайла Уесова. Дым со стороны газораспределительной станции всполошил жителей жилого массива береги. Коттеджный городок считается элитным, и подобных происшествий здесь никогда не было. По словам очевидцев, фонтан газа поднимался на несколько метров в высоту, издавая при этом сильный шум. Сейчас на месте ЧП спокойно о вчерашнем инциденте напоминает лишь спецтехника и рабочие, которые проводят ремонтные работы. И, как говорят специалисты, в сухую погоду любая малейшая искра могла вызвать огненный факел или даже спровоцировать взрыв. Однако в регионе вот уже несколько дней идут дожди, поэтому серьезных последствий, таких как пожар, удалось избежать. Во время происшествия обошлось без жертв и пострадавших. Рядом со станцией жилых домов нет. Это охранная зона. Как теперь объясняют специалисты, утечка газа произошла из-за дефекта заваренной крышки на конденсатосборнике. В связи с понижением давления газа на входе Актюбинской ТЭЦ со стороны Актюбинского производственного филиала АО «Казтрансгазаймак» была направлена телефонограмма о повышении выходного давления после ГРС 300 до 10 кг. 21,45 при давлении 9,5 кг на выходе ГРС 300 начал резко снижаться, расход начал увеличиваться. И как раз вот это время, наверное, вот этот разрыв этого конденсатосборника произошел. На этом участке планировали делать врезки новых районов, из-за чего увеличили подачу газа. В результате давление в магистральном трубопроводе стало резко падать. «Мы сейчас проведем расследование, из-за чего произошло, как произошло, и потом сообщим уже. Со стороны подрядчика тоже проводится работа по выяснению причин аварии. С ними у нас есть договор. Данный участок газопровода находится на гарантийном обслуживании. Его ввели два года назад». Но аварийные службы среагировали оперативно. Задвижку быстро закрыли, подачу газа прекратили. А аварийный данный участок закольцевали. Лайла Уысова, Жумар Тудайбергенов, Телеканал ТДК-42, Октубе. В затруднительном положении оказались рыбаки Атараусской области. Промысловые предприятия не могут освоить осенний лимит по вылову рыбы. На сегодняшний день выловлено всего 10% от разрешенного объема. Причиной тому стало обмеление водоемов и резкое снижение в них рыбных запасов. Еще три года назад рыболовные суда в Атараусской области сдавали улов тоннами. А сейчас едва набирают полсотни килограммов. За 50 километров от берега отплываем, а рыбы все равно почти нет. Улов не оправдывает даже транспортные расходы. К тому же мелководие. А швартоваться от берега проблематично. В этом году в регионе квоты на вылов рыбы в осенний период установлены. На реке Урал – 4200 тонн. По Каспийскому морю – 7200 тонн. Однако 20 местных кооперативов едва смогли освоить 10% лимита. Объемы, конечно, не те, что были раньше. Рыбы мало, но она не мелкая. В основном это карп, камбала и другие. Исправить ситуацию, говорят специалисты, помогут дноуглубительные работы и зарыбление водоемов. Только тогда удастся сохранить рыбные запасы и вернуть прежние объемы уловов. В целом для работ необходимо порядка 16 миллиардов тенге. Айдана Каримова, Айбек Байзак, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, Атрауская область. 145 миллионов тенге было потрачено на покупку готового здания для школы искусства в селе Мангастауск области. Объект в Тубкараганском районе торжественно открыли к началу учебного года. Но общественники, считая, что на эти деньги можно было построить новое здание, провели мониторинг. При проверке выяснилось, что планировка строения не соответствует технической спецификации в госзакупках. Так, вместо запрошенных 32 кабинетов здесь всего 19. И ни одного туалета, хотя в тех спецификации указано, что санузлов должно быть не менее пяти. Вызвали сомнения волонтеров и соответствие объекта требованиям технической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. При подтверждении фактов, выясненных при мониторинге общественных организаций, в ситуацию могут вмешаться соответствующие органы по противодействию коррупции. В школе не обеспечена пожарная безопасность, не установлен ни один датчик пожарной сигнализации. Элементарно нет огнетушителей. Мы провели мониторинг совместно с волонтерами, с участием представителей самой школы. В итоге убедились в том, что нет ни одного соответствия, указанного в требовании договора государственных закупок. В фальшивом монетчике, задержанной в Алматинской области, досудебное расследование начал областной департамент АФМ по Алматинской области. Установлено, что двое лица сбывали поддельные доллары по цене 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру. При очередном сбытии подозреваемые лица задержаны. В ходе проведенных обысков обнаружены изъяты 6,5 тысяч фальшивых долларов. В отношении виновных лиц избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат. Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за изготовление, хранение, перемещение и сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 84-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1,5 миллиона тенге в Уральске. В полиции сообщили, что 7 октября ей позвонили лжеполицейские. Они заявили, что ее внучка стала виновницей ДТП. Для компенсации ущерба потерпевшему необходимо срочно отдать деньги. Возволнованная пожилая женщина передала пакет с 1,5 миллионами тенге человеку, прибывшему по ее адресу. Спустя некоторое время к потерпевшей пришла дочь, которая связалась с внучкой женщины и выяснилось, что с ней все хорошо. То есть бабушка стала жертвой телефонных мошенников. Позже выяснилось, что сбережение у пенсионерки забрал местный таксист. Аферисты наняли его с помощью приложения для перевозки и передачи пакета с деньгами. Сбережение у пенсионерки забирал местный таксист. Аферисты наняли его с помощью приложения для перевозки и передачи пакета с деньгами. Согласно условиям заказа, он направлялся в сторону Атраусской области. Для установления таксиста сотрудниками криминальной полиции Абайского отдела полиции совместно с коллегами из департамента полиции Атраусской области были предприняты все необходимые меры. И через некоторое время у оперативников была информация о таксисте. Оперативники позвонили таксисту и рассказали, что посылку заказали мошенники. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Отцепившийся прицеп унес жизнь человека на трассе в Актюбинской области. Как сообщили в областном департаменте полиции, на автодороге Самара-Шимкент, недалеко от села Акжар, произошла авария с участием грузовика «Вольво» и автомобиля «Хендай Акцент». Причиной столкновения стал прицеп двигающегося грузовика. После отсоединения сцепной системы прицеп отклонился от движения большегруза, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. За рулем иномарки был гражданин Кыргызстана, который ехал в Россию. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте. Еще одного пассажира и водителя с различными травмами доставили в больницу. В Актау прошел двухдневный форум с участием молодых специалистов автодорожной отрасли. Здесь стало известно, что с начала года сотрудники Национального центра качества дорожных активов провели более 7 тысяч рейдов. Выездные инспекции показали недочеты в строительстве дорог по всей стране. Форум собрал представителей строительных организаций, сотрудников акиматов и коммунальной сферы, задействованных в ремонте автодорог. Специалисты со всего Казахстана собрались не только для обмена опытом, но и для получения дополнительной базы знаний, с которой потом смогут работать. На рынке труда нашей страны ощущается нехватка дорожных специалистов. Мы хотим объединить молодежь, работающую в филиалах каждого региона. Хотим объединить людей, работающих в дорожной отрасли, в лабораториях, в строительстве, на руководящих должностях. Для хороших результатов им нужны дополнительные знания, опыт на местах и подсказки более старших коллег. В Казахстане много учебных заведений, которые выпускают специалистов по автодорожному делу, но среди выпускников школ такие профессии не популярны. Это серьёзная проблема. Я работаю в этой сфере больше года. Для меня участие в таком форуме – это большой и ценный опыт. Национальный центр качества дорожных активов – единственное госучреждение, которое занимается проверкой дорог страны. С начала текущего года специалистами было проведено около 7,5 тысяч рейдов. В 4 тысяч случаев обнаружили дефекты дорожного плотна, причём в подавляющем большинстве на дорогах республиканского значения. В конце года по итогам индивидуального плана развития каждого работника будем выводить итоги. Лучших будем награждать, слабых – исключать. По статистическим данным, в Казахстане имеется около 3 тысяч вакансий в сфере дорожного строительства. Особенно не хватает дорожных мастеров, инженеров-сменчиков, лаборантов, водителей-автогрейдеров и механизаторов. Это негативно сказывается на качественном строительстве дорог. Уральцы могут принять участие в конкурсе «Молодёжная премия «Лидер года». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 октября по 15 ноября текущего года. Возраст участников от 14 до 35 лет. Подробности проведения конкурса рассказали организаторы мероприятий на брифинге в региональной службе коммуникаций. Конкурс «Молодёжная премия «Лидер года»» в Западно-Казахстанской области проводится уже не первый год. Основная его цель – выявление и определение лучших молодых специалистов, активно участвующих в реализации государственной молодёжной политики, политической и общественной жизни региона, а также поддержка талантливой молодёжи, повышение активности и участия молодых людей в общественной жизни. Организаторы конкурса – представители корпоративного фонда «Булашак» и Управление общественного развития области. Конкурс «Молодёжная премия «Лидер года»» проводится по следующим номинациям. Лучший волонтёр, лучший студент, лучший молодой учитель, лучший ученик, лучший представитель творческой молодёжи, лучший молодой врач, лучший молодой спортсмен, лучший молодой журналист, лучший лидер и лучший молодой специалист. Также есть специальная номинация «Прорыв года». Обладатель её определяется решением комиссии. Также организаторы обозначили требования к кандидатам. В конкурсе рассматривается достижение участника исключительно за 2022-2023 годы. Лауреаты конкурса «Лидер года 2021» не могут участвовать в конкурсе. При сдаче документов возраст участника не должен быть более 34 лет. Участники конкурса не могут подать заявку по нескольким номинациям одновременно. Организаторы могут запросить у участников дополнительную информацию. Также организаторы обозначили перечень документов, необходимых для участия. «Участник конкурса «Молодежная премия «Лидер года»» предоставляют следующие документы. Анкету, заполненную в соответствии с прилагаемой формой, автобиография не более одной страницы, рекомендательное письмо от руководителя организации, от эксперта в отрасли, соответствующие номинации. Фотографии не более пяти штук, в электронном и распечатанном виде. Дипломы, грамоты, благодарственные письма, публикации в СМИ, копии сертификатов об обучении по дополнительным программам, «Образование за достижения в учебе или работе за 2022-2023 годы». Заявки и соответствующие документы на участие в конкурсе принимаются с 10 октября по 15 ноября текущего года. Победители «Молодежной премии «Лидер года»» определяются решением специальной комиссии, в состав которой входят организаторы, эксперты соответствующей отрасли, представители государственных учреждений, организаций и СМИ. Торжественное вручение «Молодежной премии» состоится в декабре текущего года. Точное время и место проведения мероприятия будут объявлены позже. Заявки принимаются по адресу Корпоративный фонд «Буашак» по Западно-Казахстанской области, проспект Назарбаева, 184-1, кабинет 38. Электронный адрес «Буашак», нижнее подчеркивание, ЗКО, собачка, бк.ру. Контактный номер 8-775-252-10-02. В этом году исполнилось 75 лет со дня рождения известного ученого в области естественных наук и теплофизики отличника народного просвещения Казахской ССР Харидена Сунгатулы. В связи с этим в Атыраусском университете имени Халела Дусмухамедова открылась лаборатория механики, названная в честь ученого. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Физико-математический факультет Атыраусского университета имени Халела Дусмухамедова ежегодно оканчивают более 200 студентов. Сейчас же обучаются 1232 человека. По словам ученых, открывшаяся лаборатория предоставляет большие возможности для студентов. Я считаю, что открытие лаборатории имеет большое значение для будущего поколения. Проведение лабораторных работ и физических экспериментов позволит студентам глубже понять основные законы механики. Лаборатория оснащена современным оборудованием для организации лабораторных работ и всегда открыта для экспериментальной деятельности. Профессор, кандидат физико-математических наук Хэрри Динсиитов, в честь которого назвали лабораторию механики, получил образование и проработал долгие годы в высшем учебном заведении. Он написал 62 научные работы. Его исследования также признаны учеными Казахстана, стран СНГ и Соединенных Штатов Америки. С 1996 года его статьи часто публиковались в изданиях Нью-Йоркской академии наук. Мы с Хэрри Дином Сейтовым были двоюродными братьями. Меня всегда восхищали его целеустремленность и тяга к знаниям. Открытие лаборатории – тоже дань уважения человеку. Это уважение к его знаниям и науке. Я считаю, что это послужит примером и для студентов. В ходе торжественной церемонии будущие специалисты и весь педагогический коллектив выразили руководству университета искреннюю благодарность за содействие в повышении качества и уровня подготовки будущих рабочих и специалистов технического профиля. Айдана Каримова, Айбек Байзак, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, АТРАУ. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет Микорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангерхана, 18-2. Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова